Уникальная встреча с уникальной личностью. В доме межцерковного общения Кенония, что под Минском, состоялась беседа с протереем Фёдором Кривоносом, главным и самым компетентным специалистом в Беларуси по истории Белорусской Православной Церкви XX века и вопросом, касающимся прославления святых новомучеников. Более 20 лет отец Фёдор посвятил этой теме, изучая архивные источники и следственные дела. Заведённое на суждённых священников и мирян в 20-30-е годы. Всех тех, кто пострадал за исповедание православной веры. Им были собраны материалы к канонизации 23 новомучеников Минской епархии. Во многом благодаря отцу Фёдору мы имеем такой праздник, как День памяти новомучеников и исповедников земли белорусской. По словам батюшки, несмотря на гонения, которым подверглась Церковь Белоруссии в начале XX века, её пастыри и паства сумели сохранить и приумножить веру в Господа, передав этот бесценный дар поколением верующих, переступивших порог 21-го столетия. У Кинани – это гостиный дом для разных встреч, для циковых людей. И, конечно, очень радостное, что сегодня до нас завитал отец Фёдор Кривонос, потому что это знанный доследчик, и его недосвит, и он просто неправнальный. И его можно слухать без конца. Результатом многих часов, проведённых над изучением документов и воспоминаний очевидцев событий тех лет, стали десятки публикаций, а также изданные книги. Особо хочется отметить издание «У Бога мёртвых нет», посвящённое истории Минской епархии в её довоенный период. Как разрушались православные храмы, столетиями украшавшие собою земли Белоруссии, как по надуманным обвинениям арестовывались духовенства и миряне, до конца дней своих, сохранившая верность однажды избранному в жизни пути. Об этом и многом другом также откроются читатели из книги. По словам протерея Фёдора Кривоноса, благодаря подвигу священномучеников, пострадавших за веру в XX веке, сегодня мы имеем возможность являться участниками возрождения церковной жизни. Организатором мероприятия выступили христианский клуб и Минское братство святых виленских мучеников. Встреча прошла в формате диалога. Наша идея, чтобы любой человек мог заветать, прийти, мог почуть питание про веру и некую свою позицию, думку выказать и почуть мероприятие другого человека. Я удерживаю и Павлу Королёву, что он инициативу проявил, и он сюда приехал, до нас вернулся, и мы очень рады такой супрацем братства и христианского клуба. Так что сподівимся, что эта традиция будет пошираться надалей. Имена пострадавших в период довоенных репрессий должны оставаться и свято сохраняться в народной памяти. Радует, что в настоящее время дело, начатое отцом Фёдором, продолжается. Ведётся сбор информации о расстрелянных, ссыльных, местах захоронения жертв репрессии. Открываются новые страницы истории. А интерес и участие в беседе немалого количества людей является ярким подтверждением актуальности и важности темы. Сергей и Дарья Мардарьевы, портал Собор Бай, для телеканала «Союз».